На следующий день после продолжительного сбоя в работе платформ Facebook, бывшая сотрудница компании дала показания в Конгрессе США на специальных слушаниях, посвященных деятельности крупнейшей соцсети. Ранее 37-летняя Фрэнсис Хауген передала властям и журналистам ряд внутренних документов компании, в которой проработала три года менеджером по продукту. В Конгрессе она подвергла критике своего бывшего работодателя. «Я присоединилась к Facebook, потому что думала, что Facebook может раскрыть в нас все самое лучшее. Но я здесь сегодня, потому что считаю продукты Facebook вредными для детей, они разжигают разногласия и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не вносит необходимых изменений, потому что астрономическая прибыль для них выше людей». Критика в адрес компании Марка Цукерберга звучала от конгрессменов, которые призвали регулирующие органы расследовать поступающую информацию о том, что соцсеть наносит вред детям. Так Ричард Блюменталь, председатель подкомитета Сената по торговле, сравнил продукты Facebook с сигаретами, заявив, что они вызывают такое же привыкание. «Жертвами становятся наши дети. Сегодня подростки, глядя в зеркало, испытывают сомнение и неуверенность в себе. А на самом деле взглянуть на себя в зеркало стоило бы Марку Цукербергу», — сказал Блюменталь. Произошедший в понедельник сбой в работе социальных сетей Инстаграм и Фейсбук не был связан с хакерской атакой. «Это была ошибка конфигурации, технологический сбой», — заявили в агентстве по обеспечению кибербезопасности США, отметив, однако, что американские власти следили за ситуацией на случай, если бы произошел более крупный инцидент в киберпространстве. Продолжение следует...